свобода атланты или как младенцам сворачивают шеи и так ситуация в стране складывается такая методика родовспоможения приводит к травмам шейного отдела новорожденных но этого никто не увидит потому что в роддомах нет соответствующих специалистов и статистику никто не увидит это военная тайна той войны которая ведется против нашего народа шейный отдел позвоночника состоит из семи позвонков самые первые из них это атлант он является уникальным позвонком вращаясь на оси второго позвонка аксиса отвечает за функцию поворота головы сустав головы крутится не сам по себе его движениями управляют специальные шейные мышцы хроническое и неравномерное напряжение этих мышц называется блокировкой атланта между позвонками в шейном отделе расположены фасеточные суставы которые позволяют шеи сгибаться вперед назад и незначительно скручиваться при заблокированном атланте фасеточные суставы постепенно стираются что может привести к артрозу также подвижность и амортизация шеи обеспечиваются межпозвоночными дисками и если атлан заблокирован они тоже быстро изнашиваются и истончаются между позвонками шеи располагаются нервные корешки каждый корешок связывает наш мозг с определенным участком тела например нерв расположенный между пятым и шестым позвонком обеспечивает связь с руками в случае нарушения работы атланта изменения в шее могут привести к сдавливанию нерва в этом случае человек испытывает они менее в руках болезненные ощущения в плечах и лопатках нарушается чувствительность пальцах шейный отдел включает в себя целый комплекс мышц связок и сухожилий которые обеспечивают его подвижность и стабильность из-за блокировки атланта мышцы шеи вынуждены находиться в постоянном и неравномерном напряжении в них появляются болезненности хронические спазмы сильно снижается подвижность шеи спинной мозг начинаясь в основании черепа проходит через шейный отдел позвоночника любые проблемы с шейными позвонками влияют на спинной мозг и приводят к неврологическим нарушениям это ухудшает связь мозга с телом что обычно проявляется как мышечная слабость нарушение координации ухудшение чувствительности в конечностях нарушение в работе внутренних органов и общей слабости каждый из нас знает что такое боль в пояснице голове шеи и суставах но не каждый из нас задумывается что именно послужило причиной этих болей иногда мы списываем плохое самочувствие на непогоду на большие умственные или физические нагрузки ну или там просто игнорируем сигналы от тела заедая их таблетками в надежде что все пройдет само собой и больше уже никогда не вернется но боли плохое самочувствие возвращаются из возрастом становится только тяжелее к сожалению существуют скрытые далеко не очевидные причины приводящие нас к проблемам с телом плохому самочувствию и различным видам боли одна из таких причин это смещение первого шейного позвонка также известного как атлант статистика показывает что у 80 процентов населения друзья вы только вдумайтесь в эти цифры у 80 процентов населения смещен первый шейный позвонок при наличии такого смещения позвоночник искривляется и возникает избыточная нагрузка на суставы что приводит к различным заболеваниям таким как сколиоз вот у меня он кстати присутствуют еще с так называемой школьной скамьи боли в спине и шее межпозвоночным грыжем артрозу суставом мышечным болем защемлением нервов и сосудов с развитием головных болей повышением внутричерепного и артериального давления и так далее так далее так далее вот кстати интересный такой факт я постоянно думал почему же у меня неравномерно стираются каблуки на обуви а это друзья как оказалось тоже ноги как грецовой ситуации растут отсюда же у вас есть прекрасный инструмент для того чтобы разобраться какие у вас проблемы если у вас существует стачивание подошвы с какой-то стороны вы себя калечите на регулярной основе неправильно расположенный атлант пережимает артерии давит на спиной мозг и нервы вынуждает все тело подстраиваться под смещение головы запускает компенсирующие искривление опорно-двигательного аппарата пережимает кровеносные артерии питающие мозг снижает внимание осознанность память мы получаем головные боли головокружения у детей наблюдается синдром дефицита внимания и гиперактивности недавно начав заниматься этим вопросом вообще вопросом атланта и вот этих вот всех родовых травм я у себя на канале в ю тубе во вкладке сообщества опубликовал вот такой вот опрос суть которого сводилась к тому что я просил вас ответить на вопрос если у вас появилась бы возможность вправить атлант вы бы решились если среди вас те кто уже проходил эту процедуру в общем друзья мои я благодарю вас всех кто откликнулся неважно с положительными какими-то комментариями или отрицательными хватает и тех и тех но все-таки конечно больше положительных вы все пишите об очень разных специалистах по-разному о них отзываетесь ну и понятное дело что все как всегда все зависит только от самого специалиста кто это это настоящий специалист или шарлатан вот здесь видите даже 23 процента как раз проголосовали за вариант что да где же взять настоящего специалиста одни шарлатаны кругом но вот знаете друзья мои отдельно хочу сказать о такой категории людей вот комментаторов я вот просто что называется балдею от вас вы естественно понятия не имеете о чем идет речь вы естественно ничего не делали никакую правку но вы уже имеете какое-то блин свое такое вот прям экспертное мнение вы еще и считаете что с вашим мнением кто-то должен почему-то считаться как вы вообще можете говорить о чем-то что вы даже не пробовали а это знаете что мне напоминает а вот это вот я же в отличие от вот таких вот голословных комментаторов решил пройти данную процедуру дабы не быть голословным и либо уже говорить уверенно о том что это работает либо не работает испытав это на себе но никак не основываясь на том что там где-то вилами написано на заборе написано или одна бабка сказала а еще по телевизору вот так говорили сейчас в данный момент я нахожусь в поиске специалистов которые могли бы это сделать но об этом будут отдельные видео свобода атланты или как младенцам сворачивают шеи в древнем риме новорожденным детям рабов намеренно сворачивали шею чтобы они вырастали подавленными заторможенными и недоразвитыми специально обученный человек подходил к младенцу рабыни и по специальной методике сворачивал ему шею а что у нас вспоминаем по какому праву мы живем оказывается по тому же самому римскому с 1950-х годов в нашей стране внедрена методика родовспоможения которая зачастую приводит к повреждению шейного отдела позвоночника новорожденных из монографии невропатолога ю а ратнера позднее осложнение родовых повреждений нервной системы в процессе общепринятого вакушерстве выведения головки и выведение плечиков плода манипуляциями с поворотом головы на шейный отдел позвоночника плода падает непомерная нагрузка именно в этот момент и бывает слышен обычно треск и хруст страница 15 и далее не декламируемое в руководстве но часто существующая на практике тактика подавления поток при извлечении плода при этом неизбежно тяга за голову и следовательно вытягивание туловища плода за шею с той же степенью опасности для позвоночной артерии как показывает статистика и исследование первоначальное смещение атланта происходит при появлении ребенка на свет в роддомах дисбаланс родовых сил приводит к чрезмерным воздействием на позвоночный столб что влечет за собой нарушение костно-хрящевой структуры и спинного мозга далее по жизни любой травматизм лишь усугубляет положение атланта даже у детей извлеченных путем кесарево сечения выявляется травматическая блокировка атланта и поражение центральной нервной системы в древнем риме новорожденным детям рабов намеренно сворачивали шею чтобы они вырастали подавленными заторможенными и недоразвитыми по этой причине время не было восстаний а восстал только спартак который родился свободным шею у него не была свернута специально обученный человек подходил к младенцу рабыни и по методике сворачивал шею младенцу сейчас женщины сами спешат в роддома запросите статистику о травматизме в роддомах а еще об инфекциях в роддомах а еще о тяжелейших последствиях прививок в роддомах дадут ее вам да вам скорее военные или государственные секреты раскроют чем эту статистику дадут потому что секретная эта статистика потому что страна в ужасе будет если эта статистика уничтожения нации в роддомах выплывет наружу и заметьте в травму попадали даже младенцы появившиеся на свет в результате кесарево сечения эти-то как получили повреждение шейного отдела кто-то шею специально сворачивает мне один мануалист говорил что если бы ему дали роддом то он гарантирует что в этом роддоме не было бы ни одного случая церебрального паралича ни одного кстати диагноз детский церебральный паралич младенцам до года не ставят а меры надо принимать незамедлительно только тогда будет реальная помощь вы видели когда нибудь пораженного детским церебральным параличом скрюченного японца корейца или китайца нет не видели мне приходилось видеть такие цифры в японии излечивают 97 процентов случаев детского церебрального паралича а в россии 97 процентов не излечивают не следует ли спросить министра здравоохранения в чем дело у тебя нет денег ума или совести чтобы отправить на обучение наших людей в японию и излечивать у нас 97 процентов случаев детского паралича да у этого министра здравоохранения бизнес прекратится если мы будем здоровыми родовая травма соколов д.д. работая заведующим реабилитационного отделения курортной поликлиники в начале 80-х годов на научной конференции невропатологов страны в больниологическом институте мне довелось услышать доклад в ту пору самого молодого профессора заведующего кафедрой детской неврологии при казанском институте усовершенствования врачей александра юрьевича ратнера это был выдающийся ученый с мировым именем благодаря ему его школе отечественная неврология самая передовая в мире тема его научного доклада на конференции в больниологическом институте касалась шейно-головной травмы во время родов в россии других работ на эту тему в то время не было за рубежом травма в родах также почти не изучалась на конференции и в первой книге шейный остеохондроз вышедший 80-х годах профессор ратнер говорил что головные боли головокружения нарушения зрения и слуха сердечные боли поднятие артериального давления и многие другие заболевания связаны со стихоандрозом шейного отдела позвоночника и с травмой шейного отдела позвоночника полученной еще при родах у меня его доглад вызвал шок и предопределил всю мою дальнейшую профессиональную судьбу невообразимое творилось в перерывах страсти кипели нешуточные не верилось что источник болезни шея они голова ученые в основном раскололись на три лагеря одни более молодые понимали что ратнер прав другие понимая ратнера скромно молчали не вступая в дискуссию так как при таком подходе нужно было бы останавливать тысячи работ по патологии головного мозга на которой уже были выделены бюджетные деньги третье категорически не согласились молодым профессором так как при таком подходе нужно было признать несостоятельность системы родовспоможения в стране совсем недавно в 2001 году вышла брошюра замарадского п.г. причина болезни родовая травма друзья в описании этого видео я вам оставлю ссылочку на google диск по которой можно будет перейти и скачать вот эту вот книгу которая сейчас идет речь из нее видно что александр юрьевич на сто процентов прав он приводит здесь убийственную статистику к примеру достаточно 10-15 минут кислородного голодания мозга чтобы это отразилось на его функционирование не существует неврологически здоровых детей у 70 80 процентов страдает шейный отдел спинного мозга у 35 40 грудной и поясничный отдел а практически это выливается в будущем в головные боли 89 годам приводит к существенным патологическим изменениям в различных органах появляются проблемы с усвоением учебной программы непослушание неадекватное поведение и эта сфера деятельности не педагогов и психологов таких детей не воспитывать надо а лечить я перечислил только часть самых распространенных жалоб при патологии шейного отдела позвоночника если же поражен поясничный отдел позвоночника это проблемы желудочно-кишечным трактом возможно недержание мочи и кала развитие плоскостопия дисплазии тазобедренных суставов и так далее ребенок из-за несимметричного развития мышц обеих половин туловища обречен на нарушение осанки сколиоз обследовав в девяносто первом году около трех тысяч детей в школьных и дошкольных учреждениях мы обнаружили в девяносто восьми процентов случаев поражение опорно-двигательного аппарата это практически совпадает с исследованиями поражения спинного мозга школы ратнера цитата п.г. замарадского 2001 год в 1972 году александр юрьевич ратнер возглавил кафедру детской неврологии прошел не один десяток лет пока идеи ратнера наконец были приняты широким кругом специалистов в настоящее время уже многим становится ясно что несовершенство системы родовспоможения одна из основных причин болезни человека в книге замарадского есть такие слова в поэмах гомера можно прочесть что при рождении аполлона его мать латона упиралась коленями в землю и обеими руками обхватывала пальмовое дерево таким образом принимала как видно одно из наиболее распространенных в то время положений у ацтеков богини деторождения изображена в виде женщины сидящей на корточках с родившейся и находящейся между ногами головкой младенца а теперь приведем слова выдающегося акушера 19 столетия бума из той же книги при физиологических условиях которые к счастью имеются при обладающем большинстве всех родов изгнание плода и его придатков осуществляется силами природы в наиболее совершенном виде там где природа предусмотрительно для искусства остается мало дела остается наблюдать за течением родов чтобы своевременно распознать отклонения от нормы заботиться о соблюдении известных мер и внушать роженицы бодрость духа и доверие к своим действиям лох тот акушер который не может выждать бережной тактики природы хочет вести роды по хирургическим принципам и всегда хватается за щипцы и другие инструменты чем активнее родов вспоможения тем она опаснее многоделание и нетерпеливость только вредят конец цитаты